давай тогда от частного к общему смотри вот скажем две республики многострадальная донецкая луганская они заслуживают того чтобы быть составе россии тем более мы знаем буквально сегодня там на днях глава лнр леонид пасечник заявил о том что готовы провести референдум о вхождении в состав российской федерации я думаю что это было бы справедливым актом что касается украинских малороссийских образований здесь есть моя наши хотелки да есть как бы реальность ну много точек зрения одна из точек зрения не надо нам лезть и учитывая ограниченные силы средства не надо нам лезть на западные территории каждому там львовская ивано-франковская области там тернопольская там волынская какие-то еще то есть необходимо отсечь их как буфером но тогда если принимать такое решение руководствоваться такой логикой то нужно понимать что свято место пусто не бывает до поляки туда вторгнуться я уверяю вас если таким образом до будут развиваться события румыны обязательно зайдут восстанавливая свою румынию и наложит лапу на буковину это черновцы черновицкая область примерно да мы говорим вот ну готовы мы так сказать к этому вопрос да что касается что касается основных украинских территорий на мой взгляд я бы конечно попытался очистить эту территорию от нацизма и установить там вменяемую переходную власть и с учетом деноцификации чтобы прошел какой-то срок были установлены жесткие рамки в плане нейтралитета не присоединения украины никаким военным союзом потом решать судьбу этой территории решать судьбу не только жителям этих областей малоруссии но и гражданам всей россии вот таким образом должны проводиться референдум здесь можно вынести несколько вопросов этого волеизъявления или образование дружеского россии государства или конфедерации в конце концов какие-то конфедеративные начала да или вхождение в состав россии но в любом случае как бы не ставить вопрос да сейчас очень много демократических вот этих всех формулировок терминов вариантов мне они не нравятся мне вообще не нравится деление федеративное сейчас на между нами мальчиками говоря да я сторонник губернии я сторонник в общем-то единой власти и вот этого отказа от проституциирования вот этих парадок парадов суверенитетов принцип нации на самоопределение вот это казалось бы да благие намерения дорожка в ад вымощена да из советских времен мы видим во что это обернулось пространство исторической россии когда рвется все по крови так вот несмотря на никакие решения которые приняты гарантом единственным того что здесь останется присутствие россии что киев еще все-таки будет помнить что он является матерью городов русских должны быть российские военные базы по всей территории малороссии если надо то и запад должны должен быть находиться под русским военным контролем под русским российским военным контролем это ключевой момент тогда только тогда мы сможем создать эту зону буфер на противном случае если мы начнем вести дальше продолжать какие-то переговоры приходить какому-то логическому консенсусу с вот с этой властью с киевской мы получим войну на своей территории они не успокоятся они не успокоятся слишком много крови я сейчас пока мы с тобой ведем беседу сейчас в этот день самый популярный ролик в нашей сети я тебе скажу какой популярный да но от него стынет кровь в жилах это ролик когда украинские захистники терраборона в сушники подневольные которые не хотят воевать с россией но подневольные простреливают ноги русским пленным солдатам наступают на раны до одевают мешки на голову снимают да и на снимают как в прямом эфире можно сказать умирают люди пленные солдаты за это будет ответочка ответочка будет там обязательно господь все видит но ответочка будет и от русских обязательно будет это нужно понимать и только за это я считаю только за это необходимо сносить этот преступный киевский режим мы видим как русские обращаются с пленными мы видим как кормят их поэт строим водят и даже моют и дают позвонить матерям и женам и мы видим как убивают наших солдат людей ратных до подневольных выполняющих приказ тем не менее поэтому только за это мы в ласкаемся с этим военно-политическим руководством фриков педерастов вот этих вот понятно что трудно назвать их нормальными словами да нанести удар нанести удар на что не хватает высокоточного оружия хватает в конце концов те люди которые дают преступные приказы руководители вооруженных сил украины они должны быть приведены в то состояние после преступных приказов которых которых заслуживают вот и еще момент принципиальный да там гага гага мы кричали мы помним что такое гага международный трибунал да что делали в гаге кого умиршляли замучили милошевича руководителя югославии серба только потому что он серб только потому что он одной с русскими крови кого там держит грозя убить караджича младича поэтому никаких надежд на какие-то международные независимые объективные расследования нет и быть не может мы должны установить свой трибунал не надо устраивать что-то показательно в мюнхене не надо никогда играть на повестку для кого-то мы все время стараемся кому-то угодить а мы забываем что мы должны прежде всего для народов своей страны для своей семьи для своих близких мы должны устанавливать и показывать этот порядок нам нужен международный трибунал мы организуем его в ростове конце концов в мариуполе в освобожденном организуем трибунал мы свезем туда военных преступников тех кто расстреливал убивал мирное население годами восемь лет длится до сих пор бьют по донецку до сих пор до примерно полмесяца назад ударили точкой по центру донецка прямо по группе людей которая прибыла беженцы из освобожденных территорий стояли меняли гривны на рубли и так далее специально выбрали людное место ударили кассетным боеприпасом это как мы с кем собираемся говорить мы с кем там какую встречу нам эрдоган хочет подготовить чтобы русский российский президент владимир путин встречался с зеленским мы хотим после этого до встречи эти проводить за ними на гектаре садиться нельзя ни с кем только только ответ адекватные на такие злодеяния потому что в конце концов ну от этого повторю зависит судьба россии если мы не сделаем то что должны сделать тогда нас не будет тогда наши дети будут жить в страхе страхе постоянного нападения вторжения угрозы мы помним видео пьяного порошенко который говорил ваши дети будут сидеть подвалах а наши пойдут в школу вы думаете это вам просто только про донбасс говорю нет поэтому про русских говорю потому что в донбассе русские которые не захотели стать украинцами но не хотят а имеют наглость за это должны дети сидеть подвале вот я не хочу участи своих детей не хочу вот искренне вот поэтому должны довести дело до конца не призываю опять же к насилию не призываю к мести сворачивать головы призываю к справедливости справедливости постоянно уповая на то что высшая справедливость конечно расставит все на свои места но мы должны все таки следовать в рамках в рамках закона и в рамках человечности но отвечать на то зло зло должно караться